4 декабря 1971 года Николаю Константиновичу Симонову предстояло отметить юбилей. Ему исполнилось 70. За два дня до этого, а в драматическом театре имени Пушкина, состоялось публичное чествование юбиляра, которое вылилось в редкостной поискренности и силе чувств триумф артиста. Все говорят, нет правды на земле. А работать для чего? Чтобы быть сытым? Ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Я искусство ваше презирал. С чем еще мне жизнь сравнить, скажите, если кто-то роль мою сыграл на вертушке роковых событий? Вступительное слово на юбилейном вечере произнес Юрий Толубеев. Он говорил о том, что жизнь Симонова в искусстве – это явление исключительное, ибо трагический актер – это всегда голос общественной совести. Русская трагедия сформировала особый тип трагического актера. И вот таким глубоко национальным трагиком является Симонов с его пронзительным взглядом на человечность нашего мира. Затем объявили, что будут сыграны две сцены спектакля «Живой труп». Поплыл вверх тяжелый малиновый занавес. На освещенных подмостках открылся хор «Цыган». А справа на диване сидел Протасов Симонов. Актеры были готовы начать действия, но зал не дал им этого сделать. Все поднялись с мест, и началась долгая овация. Симонов смущенно стоял у рампы и благодарил короткими кивками. Во второй части юбилейного вечера Симонов, как положено юбиляру, вышел при всех орденах и регалиях. На сцене расположился коллектив театра, а в стороне на возвышении поставили старинное массивное кресло для юбиляра. Вскоре кресло обросло настоящим ковром из цветов, так как к ногам Николая Константиновича легли десятки букетов и корзин. Симонов держался просто, естественно, но в то же время чуть-чуть отрешенно от всего этого парадного гула и торжественного сияния. На губах его играла растерянная улыбка. Он как будто бы чувствовал себя виноватым и извинялся за то, что оказался в центре такого шумного празднества. Но до этого праздника еще нужно было дожить. И не просто дожить, а сыграть, пережить все те роли в театре и в кино, которые, как теперь казалось, и не мог бы сыграть никто, кроме него. Такими были и роли Артема и Кастуся Калиновского в фильмах 20-х. Такой стала и роль Жихрева в легендарном Чапаеве. Нет, не главная роль. Не главная, но сыгранная в его, в Симоновском духе. А начиналось все не на берегах Невы, а в Самаре, в доме номер 51 по Николаевской улице, где жили купеческий сын Константин Акимович и его жена Анна Ивановна. И где 21 ноября или 4 декабря по новому стилю у них родился сын Николай. Жили небогато, но с достатком. Снимали верхний этаж добротного купеческого особняка в 6 комнат, плюс просторная кухня и помещение для прислуги. Глава семьи служил в мучной фирме Прохорова в должности управляющего, или, как тогда говорили, доверенного. Детей было трое. Сергей, Николай и их сестра Ольга. Все дети рано выучились читать и с детства полюбили книги. Но Николай отличался от брата и сестры редкой памятью. Выучивал без труда целые страницы учебников и знал много стихов. А еще ему принадлежало бесспорное первенство в классе по рисованию. Гимназический преподаватель рисования сразу же почувствовал в эскизах и рисунках Симонова незаурядные способности. И всячески их поощрял. Рисовал же Симонов все, на что падал глаз. Вот эти дома, деревья, птиц, людей. Ну и, конечно, Волгу. Человек, выросший на Волге, скажет, Симонов много лет спустя не может остаться безразличным к родной природе. В детстве я хотел быть путешественником. И часто мальчишкой уезжал с рыбаками на Волгу или за Волгу. Нет, путешественником он так и не стал. Или все-таки стал. Может быть, может быть, путешественником стать не довелось. Но зато довелось стать царем. И не просто царем, а самим Петром Первым. А еще генералом Чуйковым в Сталинградской битве. Ивановым, и Протасовым, и Монтанелли. Тем самым несчастным кардиналом Монтанелли, над бедой которого рыдала вместе с Симоновым вся страна, смотревшая повода. Тот самый кардинал. Тот самый отец. И тот самый Симонов. А пока на дворе стоял бурный 1917 год. Революционные события всколыхнули Самару, где то и дело устраивались митинги, собрания, дискуссии. В мае 1917 в городе возник так называемый дом учащегося юношества, где устраивали спектакли. Частым посетителем этого клуба стал и Николай Симонов. Здесь, на репетициях драматических сцен и отрывков из пьес, юноша впервые разучивал монологи, которые годы спустя войдут в его коронный театральный репертуар. Здесь он произносил монологи из Шекспира и Горького, из Фауста и из Скупого рыцаря. Сценические успехи Симонова росли. Вскоре о нем заговорили как о талантливом, подающем надежды молодом артисте. В 1918 году назначенная на должность главного режиссера городского театра Зинаида Михайловна Славянова пригласила Симонова сыграть Савву вместе с профессиональной труппой. Сценические успехи росли, а материальное положение Симоновых неизменно ухудшалось. Николай обносился, ходил в лаптях, часто не было денег даже на перекмахерскую. И тогда парни стригли друг друга сами в скобку. А тут еще эпидемия сыпняка, захлестнувшая Самару, свалился в сыпняке и Симонов. Полтора месяца провалялся в тифозном бараке, а вышел исхудавший, на лице залегли глубокие тени. Но юношеское здоровье взяло свое. Постепенно восстановился и в 21-м уехал из Самары в Петроград, чтобы стать тем самым Симоновым, о котором вскоре заговорит страна. Фильм «Последнее дело комиссара Берлаха» стал последней работой Николая Симонова в кино. Фильм создавался по мотивам повести «Дюрематта. Подозрение». Тяжело больной, прикованный к постели полицейский комиссар, разоблачает нацистского преступника, который ушел от возмездия и скрывался под маской врача. Большую часть времени герой фильма Берлах проводил в стенах больничной палаты. У него был диагностирован рак. Но даже в таких условиях он нашел в себе силы и мужество вступить в бой с врагом. На следующий день после юбилейного вечера вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Николаю Константиновичу Симонову звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с 70-летием со дня рождения. А 11 января 1972-го Симонова пригласили в Смольный для вручения награды. Войдя в зал и увидев в нем много людей, Николай Константинович смутился. Втайне он надеялся, что церемония окажется скромнее, а тут снова речи и снова громкие слова о его выдающихся заслугах. Наконец праздники отшумели, и жизнь вернулась в свою обычную колею. Лето Симонов, как всегда, провел на даче, а в сентябре вышел на сцену родного театра, где он будет играть до декабря 1972-го года. 24 декабря он поднимется на эту сцену в последний раз. В это время близким актеру уже был известен его роковой диагноз, и они изо всех сил старались не показать этого Николаю Константиновичу. Впереди у Симонова оставалось еще четыре месяца жизни. О чем он думал в эти нелегкие для него и для его близких месяцы? Догадывался ли о чем-то? Впрочем, о чем может догадываться человек? Милосердный покров тайны отделяет нас от того, что будет там. Единственное, что остается человеку, не быть застегнутым врасплох. Где же ты, счастливый мой двойник? Ты, видать, увел меня с собою, потому что здесь чужой старик ссорится у зеркала с судьбою. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова